Первый раз гитару я увидел у своего дяди. Хорошая гитара, болгарская. Он мне дал ее, чтобы я занимался. Я прижимал эти аккорды, прижимал до боли в пальцах. Все это было очень тяжело, но я не оставлял свою мечту стать гитаристом, потому что мне казалось, что гитарист это очень круто. И потом папа принес пластинку Битлз под названием «Вечер трудного дня». Мне доставляло большое удовольствие доставать из конверта эту пластинку, открывать крышку проигрывателя, ставить ее, заводить 36-ю скорость. И оттуда раздавались всякие звуки. Я не понимал, звучит ли это гитара, звучит ли это бас-гитара. Я тогда в этом всем не разбирался, но мне очень нравилось это звучание. И тогда я загорелся электрогитарой. Были электрогитары только в доме быта. Я часто подговаривал своего папу, чтобы сходить в этот дом быта и посмотреть на гитары, которые там стояли в витринах. Они выглядели совершенно космически. Не так, как гитары, которые были у меня дома. И я стоял на них, смотрел по-долгу и думал о том, что неплохо было бы, если бы у меня была такая гитара. За годы работы в музыкальной сфере я познакомился с большим количеством замечательных людей, среди которых также были мастера по гитарам. Постепенно я пришел к мысли о создании национального производителя гитар. Ведь так здорово, если украинские музыканты будут играть на украинских гитарах, которые будут соответствовать их пожеланиям, которые будут хорошие по качеству, которые будут доступны по цене. И вот с этой идеей я начал гитарное производство. Для нас производство – это творческий процесс. А в любое творчество нужно вкладывать душу. И именно поэтому нам очень приятно наблюдать за тем, как кусок дерева принимает сначала знакомые очертания и шаг за шагом превращается в музыкальный инструмент, который позволяет реализовать музыканту его творческий потенциал.